Со 2 по 9 февраля конструкторское бюро представляет новый танк 10 уровня. Это интересный и необычный итальянский хищник — Леон. Количество танков ограничено. Для тех, кто успеет поймать его раньше, Леон будет поставлен с 3D-стилем меченый и номером, уникальным для каждого экземпляра. Этот стиль отсылает к истории машины. Леон был создан на базе «Леопарда-1» и заметно отличался от предка рядом улучшений. Он не пошёл в серию, но заложил основы будущего итальянского танкостроения. 3D-стиль приближает вид Леона к его идейному наследнику, разработанному в конце 70-х годов танку ОФ-40. В игре Леон не прост в освоении, но имеет большой потенциал. Его можно сравнить как с «Праджетто-65», так и с «Леопардом-1». Новый охотник почти такой же быстрый. Он одним из первых занимает позицию. Быстро меняет фланг. И не оставляет шансов даже самой длинноногой газели. Углы вертикальной наводки позволяют не стесняться на рельефе. Амазское орудие периодически держит удар. Но всё, что вокруг неё — это сладкая булочка. Ведь история нашего героя не о броне. Она про снайперское орудие с хорошим разовым уроном, мощным пробитием и, конечно, механизмом дозарядки. Четыре снаряда по 420 урона подряд. Звучит, но есть нюансы. Во-первых, время перезарядки. Долгая перезарядка внутри магазина не позволяет действовать с наскока. С другой стороны, благодаря такой размеренной стрельбе в барабанном режиме всегда есть время выбрать лучшую цель. Во-вторых, время дозарядки. Первые три снаряда работают по принципу обратной дозарядки, как у ИС-3 с МЗ. Чем меньше снарядов в барабане, тем быстрее они заряжаются. То есть вы можете спокойно выстрелить три раза, без риска потерять ДПМ. Красота! А вот последний, четвёртый снаряд, заряжается целых 20 секунд. В рандоме это обязательно нужно учитывать. В пылу борьбы и погоне за уроном будет много соблазнов выпустить весь магазин. Но расплата за это может оказаться слишком дорогой. Запомните, этот снаряд в прямом смысле слова — резервный. Он может спасти вас в критической ситуации. Не забывайте о нём, но берегите на подходящий случай. Это может быть концовка боя, когда перезарядка уже не важна. Или очередная внезапная дуэль. Броня «Леона» не располагает к таким встречам. Но если уж так случилось, правильный рецепт всего один. Не мешкая, выдаём три снаряда за девять секунд. Резервный пока не выстреливаем. Восемь секунд до зарядки гораздо лучше, чем двадцать. Тут главное не паниковать и дождаться следующей дозарядки. Есть урон. И теперь противник шотный. Можно добивать последним снарядом. Конечно, в рандоме бывает всякое. Но потенциально «Леон» способен перестрелять очень многих. И даже если не учитывать все прелести барабана, рассматривать этот танк как цикличный, то урон в минуту на третьем снаряде будет здесь по-настоящему хорош. Плюс резервный снаряд в кармане. Такой огневой потенциал не мог обойтись без недостатков. Стабилизация хуже, чем у «Леопарда» и «Праджетта». Попадать сходу непросто. Скорость движения назад тоже не из лучших. Но минусы можно нивелировать с помощью оборудования. Стабилизатор обязателен. Дальше в приоритете турбонагнетатель и улучшенный прицел. Так вы усилите огневую мощь и мобильность. Вторая сборка для игры от кустов. Стабилизатор, просветленка и малошумная система выхлопа. Они помогут наносить урон, оставаясь незамеченным. «Леону» не просто так назначена роль средний танк снайперский. Большую часть боя он должен аккуратно реализовывать свой урон со средней или даже дальней дистанции. Нужно играть от рельефа, комбинировать режимы огня, используя первые три снаряда, мощный ДПМ, хорошую точность и альфу. Без риска для своей картонной шкуры. Но это лишь до той поры, пока «Лев» не почует одинокую жертву. Тогда её ничто не спасёт. Учтите, количество танков ограничено. Успеете ли вы поймать «Леона» — зависит только от вас. Как и в прошлом запуске конструкторского бюро, танк можно собрать из разных ресурсов — боны, золото, кредиты, свободный опыт и чертежи. Чтобы наверняка получить номерной танк, лучше заранее прикинуть комбинацию. Проверить это можно в клиенте игры или в новости на официальном портале. Если вы не успеете собрать всё необходимое и получить танк, уже вложенные ресурсы вернутся к вам на аккаунт автоматически. Со 2 по 9 февраля «Танк «Леон» Конструкторское бюро «World of Tanks»